Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программа «Радиоблог». Игорь Цесарский, здравствуйте. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире наш очередной выпуск. Прежде чем мы его начнём, я познакомлю вас с сегодняшним гостем. Я бы хотел напомнить о нашем проекте «ТВ Клуб Континент». Напомнить вот в какой связи. В последнее время активно против нас ведёт свою не очень правильную, я бы сказал, не очень чистую. Я бы добавил игру «Ютуб». Наши передачи ставят на так называемую форму «Лимитед». То есть они лимитированно распространяются, они не монетизируются, но со всеми вытекающими последствиями. И поэтому я бы попросил всех тех, кто слушает нас, кто сочувствует, кому нравятся люди, которых мы приглашаем и темы, которые мы освещаем, пожалуйста, не сочтите за труд лишний раз поставить лайк, лишний раз перепостить. Ну а если у кого-то появится желание нам помочь ещё и материально, послать какие-то донаты, то мы будем весьма и весьма благодарны. Ну а теперь возвращаемся к тому, что у нас происходит в радиоблоге. Сегодня у нас новое лицо, приятно видеть это лицо. Это наш коллега, это телеведущий из Санкт-Петербурга. Он работает на канале «Санкт-Петербург». Зовут его Андрей Смирнов. И мы, в общем-то, будем говорить о кино. Андрей, добрый вечер. У вас-то вечер. Да, у нас уже вечер. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте всем радиослушателям. Привет вам из Петербурга. Спасибо. Ну как у вас в первую очередь ситуация, хотелось бы узнать? Это в некий вопрос. С коронавирусом или? Ну о чём же сейчас спрашивают, конечно. Ну, вроде бы Петербург вышел на очередное плато, если верить всем сообщениям, да, средств массовой информации. Но имеется в виду в рамках вот этой четвёртой, по-моему, да, эта волна коронавируса. Вот у нас же ведь с первого числа, с 30 октября по 7 ноября были такие федеральные каникулы. Ну, не рабочие дни, условно говоря. Даже новое слово возникло. Журналисты придумали «кавикулы». И, да, ну такой неологизм, да. И с сегодняшнего дня вроде бы как бы все вернулись на работу, но с ограничениями, QR-кодами и прочими историями. Я думаю, Америка от этого не отличается. Хотя я сегодня прочитал, что вроде бы в ноябре уже теперь в США будут пускать всех тех, у кого есть официальный... Кто представит бумагу, да, несомненно. Ну, вообще-то я думаю, что, наверное, коммунисты воспользовались такой благостной ситуацией. Можно было свой праздник, который прошёл вчера, всячески пропагандировать, рекламировать. Я уж не знаю, что они там делали. Ну, похоже, что это не прошло мимо их внимания. Тем более святой такой день, 7 ноября, да. Ну, мне кажется, для большинства он уже давно не святой такой обычный. Я бы сказал, даже историческая дата всего лишь. Дата такого госпереворота, 17-го года и всё. Андрей, извините, это лёгкий стёп такой. Это такой же праздник, как и для нас. Ну, переворот есть переворот, он был давно. Хорошо, давайте о текущем. Ну, познакомившись с вашими увлечениями, с тем, что вы делаете, как профессионал, как журналист, как тележурналист. Мне бы именно хотелось, скажем так, поговорить о кино. Мы давно не говорили. По-моему, последний человек, который ваш земляк, но ныне уже он американский житель, прекрасный режиссёр Юрий Мамин, мы с ним последний раз вроде бы говорили на тему кино. А потом она далеко ушла, но это несправедливо. Известно, что Ленин говорил про кино, и с этим трудно не согласиться. Там ещё есть добавка, про это все забывают, про всех важнейших искусств, да, для нас является кино и цирк, между прочим. Как такие самые популярные для массового зрителя формы интертеймента. Причём ему эту фразу написал Луначарский, а не сам Ленин придумал её. Ну, Луначарский знал, что вложить в вождю. Ну да, такой пиар-технолог. Да, в этот его, так сказать, цитатник добавить. Хорошо, так вот, смотрите, о чём бы хотелось. Иногда я сейчас к прошлому кинематографу, мы, может, и вернёмся. Но в первую очередь меня интересует ваш взгляд на следующее. Вот те новые веяния, которые веют, ну, и у нас в Штатах, в Европе, может, в меньшей степени в России, потому что, ну, как-то там вот эти моменты некоторым образом, видимо, всё-таки идут с опозданием. Тоже дойдут, наверное. Но в силу там немного иного характера правления вообще страной, это надо полагать, что в точности повторено не будет. Ну, вот у нас есть пробудившиеся, у нас много чего есть. Вы наверняка тоже следите и читаете. Так вот, что бы я хотел у вас спросить. Насколько на кинематограф вот это всё повлияло, на современный? Вот то, что, ну, скажем так, вне иногда даже юрисдикции кинематографа как такового. То есть какие-то моменты, которые связаны с тем представительством тех или иных меньшинств на съёмочной площадке и так далее. Ну, это один момент, а другой момент, как вы видите, это качественно как-то повлияло на то, что сейчас снимают режиссёры. Ну, безусловно, мы следим за всем тем, что происходит в Голливуде, тем более, что мы в Америке, в общем, так, в планетарном масштабе, и в Голливуде конкретно, потому что Голливуд такой ярый рупор, я бы так сказал, всех этих новых социальных актуальных трендов, которые идут, всё это, ну, движение МИТУ и прочее, прочее, прочее. Да, ведь не только обязательно теперь должно и в кино, и на съёмочной площадке присутствие всех видов меньшинств, как вы выразились, но там ещё и надо активно бороться с абьюзом, харассментом, там, всеми видами фобии и так далее, тому подобное. Вот круг, скажем так, киножурналистов в России, но не только Петербург, там Москва, я думаю, многие другие регионы нашей страны, мы за этим всем следим, мы об этом во всём рассказываем, мы это наблюдаем в фильмах и телесериалах, именно американских. Но я хочу сказать, что это не вот веяние последних двух лет. Голливуд так упорно над этим работал последние лет 20, на мой взгляд. Просто вот когда все эти всплески начали происходить, на это стали обращать ещё большее внимание. В Европе, кстати, та же самая история, и это тоже активно продвигается, особенно в вопросах гендерного равноправия. Вот есть такое понятие, как женское кино, хотя женщины-режиссёры терпеть не могут эту формулировку. В чём разница между мужским и женским кино? Хотя она чисто вот такая, я бы сказал, может быть, фраза журналистская, которая чуть-чуть делает какую-то разблюдовку, но женщины-режиссёры на это очень сильно обижаются. Поэтому мы уже отказались от этих всех формулировок. Что касается России, то, я думаю, не мне вам рассказывать, всё-таки население чисто этнически в России, оно не настолько вот диаметрально противоположное, как, например, в тех же самых Соединённых Штатах. Ну, то есть, если называть вещи своими именами, белые, чёрные, латиносы и так далее, азиатское население и так далее и тому подобное. Нет, нет, подождите, в России существует там более, как мы помним, ещё, хоть уехали давно, но помним, более стонаций, народностей. Они все существуют. Я к тому, что у нас представители, скажем, северных народов должны быть. Да, 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 да. Вот, но, насколько мне известно, пока нет каких-то требований, чтобы вот были представлены все национальные меньшинства, которые проживают на территории Российской Федерации, там в конкретном кинопроекте или там ведущие должны быть на телевидении всех национальностей, которые, в принципе, проживают на территории России. Ну, как бы где-то в каждом регионе работают те люди, которые живут и так или иначе. Ну, вернёмся к вашему вопросу. Хорошо, это не ваша пока проблема, хорошо. Да, это не наша пока проблема. Хотя я честно могу сказать, что вопросы там гендерной дискриминации, они существуют во всех странах мира всегда. Да, это понятно. Тут, кстати говоря, тут нет и дыма без огня, а там случаются и вполне себе реальные истории. Мы прекрасно... Это правда. Причём не только женщины страдают от мужчин, есть и противоположные случаи, есть и женщины, страдающие от женщин, мужчины от мужчин и так далее и тому подобное. Это всё сводится к вопросу личной неприязни, а пол уже подмешивается, ну, я думаю, уже потом всё это происходит. И поэтому в Америке, если в Америке с этим можно бороться, наверное, это получается с этим бороться, теперь уже особенно, то в нашей стране это бесполезно. Ну, это, по крайней мере, я по своему опыту могу судить. Вот. Что касается кино, вы действительно абсолютно правильно подметили то, что теперь, ну, по всем этим вот современным веянам, на всех телепроектах, на всех кинофильмах обязательно должно быть вот самое, что ни на есть, этническое, расовое разнообразие, то, что называется diversity, да, вот это слово. И оно как бы отражается, отображается. Вот, кстати, совсем недавно, на прошлой неделе, в Америке, наверное, был пятница, там прокатный день, 5 ноября. У нас, так как кинотеатры только сегодня открылись, 8 ноября, поэтому вот с 8 ноября в России в прокат вышел новый фильм, комикс «Блокбастер Марвел», называется «Вечные». И там как раз про персонажей этого комикса американского, который в 70-е, по-моему, начал издаваться, именно про этих персонажей. Вот они представлены в своем феерическом разнообразии полов, рас и сексуальных ориентаций. Это вот типичный пример и образец того, о чем мы с вами говорим. Поэтому лично мое мнение и лично мое отношение к этому вопросу абсолютно положительное, ради Бога. То есть это никого как-то вот... Лично меня это не затрагивает. Другой вопрос, затрагивает ли это рядового, обычного зрителя. Все-таки, согласитесь, Игорь, есть большая разница между восприятием того, что мы видим, о чем мы слышим и говорим, с профессиональной точки зрения, то есть журналистской точки зрения. Как бы многие считают, что мы такие журналисты, не зашоренные стереотипами или еще чем-то. И рядовой зритель, который может абсолютно легко исповедовать бытовой расизм или еще что-то. А что и происходит, и в Америке в том числе, насколько мне известно, друзья-то у меня там тоже есть, и все мне все рассказывают. Поэтому от этого никуда не денется. Не, ну вопрос бытового, это тут, если мы эту тему тронули уж, бытовое есть что угодно. Расизм, антисемитизм, что хотите. Да-да-да. Это вполне нормальное. Ну, в смысле, как нормальное? Это не нормальное, но... От этого не уйдешь. Но это естественное. Но когда нам говорят, что есть государственный, вот тут уже вопрос большой. Почему? Потому что системный, так называемый, здесь уже большая-большая ложь. Ну, хорошо, дело даже не в том, что кто там представляет и так далее. Это, ну уж, кого может ранить такая история? Да никого. Ну, по большей части. Вопрос в другом, относительно того качества, в первую очередь, профессионализма и так далее. То есть, если формально, как помните, опять же, возвращаемся к 7 ноября. И там тоже лозунг знаменитый, каждый кухарка может управлять. Ну, и вот получается, что каждый недоумок, каждый не до чего-то может тоже и фильм снять, и актером быть и так далее. Я не думаю, что здесь прям вот настолько недоумок. Все-таки люди, они профессиональные. Вне зависимости от пола, там, цвета кожи, расы, сексуальной ориентации или еще чего-то. Просто теперь самое смешное то, что до всех этих активных, там, социальных движений, всех этих всплесков в соцсетях, там, в Фейсбуке, в Твиттере или еще где-то, на самом деле, ну, мы возьмем киноиндустрию, да. Существовало же ведь огромное количество людей, которые работали благополучно себе, и режиссеры, и актеры. Сколько мы знаем, огромное количество кинозвезд, которые, ну, во-первых, то, что они там разные цветы кожи, это, как бы, понятное дело. Да, это понятно, конечно. А вот то, что касается, там, не знаю, сексуальной ориентации, ну, кому какое дело, какая у тебя сексуальная ориентация. Поэтому и мы, если сейчас мы будем называть по сексуальной ориентации огромное количество, там, актеров или актрис, и все, там, наши слушатели, которые, может быть, не совсем в теме, и, как бы, им даже неинтересно это было, будут, там, в шоке, или, там, «Ох, да как же так?» Хотя, ну, какая разница? Ну, нет, ну, было... Очень известна вот эта фраза, что вы можете проводить в своей постели, да, время с кем угодно. Главное, чтобы это не влияло на кассовые сборы. Правильно. Ну, были истории, когда, допустим, очень были возмущены некоторые, значит, особенно продвинутые наши прогрессийские люди тем, что, допустим, транссексуал должен играть транссексуал. Ну, получается, что наркомана должен играть наркоман, пьяницу, пьяница и так далее. То есть, логика совершенно отсутствует, потому что, в принципе, ясно, что, опять же, здесь только мера таланта человека, который, в общем-то, лицедей, который актер, который снимается и делает это талантливо или бездарно. То есть... Соглашусь, абсолютно. Вот, кстати, у нас в России очень часто есть такие прям вот всплески общественного мнения, особенно вот в Фейсбуке, в том же самом соцсетях, начинают не только журналисты, там не только вот люди, которые заняты в киноиндустрии, обсуждать, как, например, появляется какой-то сериал, особенно если это про 17-е века, про 18-е, ну, то есть про старые века, где либо это экранизация, либо это какие-то события из Европы, где, например, там, аристократов английских, да, играют, например, чернокожие актеры. И вот начинается такое вот прям медиавойна друг против друга. Да как же так, как можно приглашать чернокожих актеров играть и белых героев, и так далее, и тому подобное. Ну, кто-то говорит о том, что это вполне нормально. Ну, представьте себе, там, не знаю, монгольский театр оперы и балета. Но как же, что же им теперь, Евгения Онегина там не ставить? Надо звать обязательно русских, чтобы они играли. Нет, мы замечательные истории помним, когда в той же Японии они не просто Достоевского ставили, они давали персонажам японские имена и вообще, то есть выбрали фабулу, как говорится, а дальше лепили собственное... Но с другой стороны, это вот типичный пример, может, слышали или смотрели, был так, ну, первый сезон в прошлом году вышел на Нетфликсе, «Бриджертоне», вот этот сериал такой, там стилизация идет под Лон-Англию викторианской эпохи. Там огромное количество белых персонажей, причем это цикл произведений современной американской писательницы, которая просто сделала такую, ну, вымышленную вселенную, создала Шонда Раймс, известный американский телепродюсер, которая такая вот основательница именно чернокожего телесериального и кинодвижения. Она там вывела в свет Кэрри Вашингтона и прочих-прочих знаменитых теперь уже актрис, именно чернокожих. Вот она придумала экранизацию этого цикла романов, и там половина героев играют чернокожие актеры. Господи, вы не поверите, сколько вот в российском сегменте Фейсбука было вот ссор, скандалов, страстей из-за того, что как бы Татьяна Толстая там разразилась гневной рецензией, это ее там загнобили, в том числе, что она жертва полуниального расизма, пора избавляться от менталитета 17 века. Андрей, действия и противодействия. К сожалению, если уже пошел разговор, что в нынешней уже ситуации, какая она есть, того же Отелла не может играть, ну, скажем, какой-то белокожий артист, или, предположим, Пласида Доминго тоже уже не может исполнять эту арию, то... У нас благополучно может, между прочим, в статистических театрах. Ну да, но в том случае, тогда давайте уж будем последовательны. Раз так нельзя, а то и так не будем. Ну, ладно. Ну, это я с вами согласен. Например, я не думаю, что будет спокойная реакция, если, например, Мартина Лютера Кинга, уж извините меня за сравнение, будет играть белый актер. Ну, это как бы, да, будет считаться, что какой-то оксимурон, ну, непонятная вещь. Хорошо. Тут вот недавно случилось, в Америке вся Америка обсуждала, энтузиазма в обсуждении было меньше, чем если бы, допустим, я предположил, что если папа Анжелины Джоли сделал бы то, что сделал Болдуин, вот тогда бы было, вот тогда бы было совсем прекрасно для наших леволиберальных оппонентов. Но то случилось, что Алек Болдуин выстрелил, и Галина Хатчинс, его оператор, которая, в общем-то, имеет украинские корни, и вот свою американскую мечту нашла в Америке, ну, и, скажем, и пули от вот этого актера нашла в результате. И смотрите, вот только вот буквально день назад наш 45-й президент, уже бывший, Дональд Трамп, прокомментировал, прокомментировал, сказал, что, может, это вообще не случайно. Ну, и тут интересный момент. Я, конечно, у вас не буду спрашивать, как вы считаете, он случайно, не случайно. Но мы с вами не можем это знать. А это спекуляция будет? Нет, дело в том, что я даже считаю спекуляцией сказанное следующее, что он думал, что там холостые патроны. Кто знает, что он вообще думал? Вот то, что он ничем явно не думал, что у него с мозгами плохо, мы давно знаем. Но человек, который вообще наводит оружие, я могу историю рассказать очень коротко. Я когда-то на военных сборах нас после, там, четвертого курса возили на пару месяцев университета. Нам, конечно, быстро, убыстренно все пытались, там, чего-то с точки зрения пользования оружием преподать. Ну, я не очень любил человека, который у нас, там, капитан руководил всем этим. И когда мне дали гранатомет, я вот с ним так и повернулся к нему. Ну, там просто была уже паника, я, естественно, ни на что нажимать не собирался. Я просто сделал этот разворот. Что там было? То есть, любой, даже сугубо гражданский человек понимает, целиться нельзя. Так нет, он не просто, он выстрелил. Я так подозреваю, что это все-таки по сценарию полагалась, подобная сцена. То есть, это не какая-то личная прихоть Алика Болдуин наставить пистолет там на оператора. Он, во-первых, не на оператора, а в камеру наставил, как я понимаю. Это явно там была какая-то режиссерская задумка, сценарий. Алик Болдуин в данном случае это актер, который выполнял поставленную перед ним задачу режиссера или еще кого-то. Но здесь мы с вами по этому поводу уже столько много сломано копий было и написано в статье и прочих заметок, в том числе и российскими киножурналистами. И все сводится к тому, что, опять же, кто бы мог подумать, что подобная какая-то халатность или что это, профнепригодность, причем именно со стороны съемочной группы, может существовать в Голливуде, казалось бы, где киноиндустрия это супер-мега-бизнес, возведенный вот на такие вершины, до которого, в принципе, сложно достичь любым другим киноиндустриям национальным. Так вот, оказывается, существует, ну это мы все как бы знаем, есть голливудское коммерческое кино, есть голливудское авторское кино, которое снимается с минимальными бюджетами, которое снимается там где-то не в павильонах киностудий тех самых в Лос-Анджелесе, а вот как в данном случае фильма «Ржавчина», о котором мы с вами говорим, он снимался, по-моему, где-то там в Мексике. И уже давно известный факт, то, что все экономят, продюсеры экономят, но для меня лично очень странная история, потому что, оказывается, изначально съемки, когда только-только начинались, многие представители вот разных цехов киношных, то есть там бутафоры, реквизиторы, художники и так далее, жаловались на условия для съемочного процесса этого фильма. То есть где-то они там жили в жутких отелях, как-то сложно им было добираться вот куда-то за город, где эти съемки проходили и прочее. И поэтому из-за их возмущений от них избавились, то есть как бы уволили, другими словами, и позвали других людей, судя по всему, профнепригодных, или которые не в теме, как кино снимается. Нет, там была вот именно молодая девушка, фактически, которая отвечала за реквизицию. Просто дела и дала олимпотеку бывшая модель, как писали. И вообще она и объяснила, что и две функции на нее повесили. То есть, ну, мало того, что она должна была как бы одну часть техническую осуществлять, на нее еще повесили другую. Вот то, о чем вы говорите. Ну, это проблема конкретных специалистов на съемочной площадке. За это отвечает реквизитор, за это отвечает продюсер, и за это еще кто там отвечает. То есть, не актер виноват, не актер должен... То есть, актер привык, что ему дают ненастоящий пистолет с холостным патроном. Он там текст должен свой воспроизвести, войти там в роль, чтобы сыграть, а еще он тут будет думать. Я никоим образом не защищаю Алика Болдуина или еще что-то, но он сам оказался вот заложником этой жуткой трагедии. Я к чему говорю? Голливуд, это же и так же, как, наверное, вся Америка. Я очень искренне надеюсь, что слово профсоюз в Америке все-таки до сих пор имеет большое значение и имеет какой-то вес. Так вот, как вы все прекрасно знаете, в Голливуде все четко идет по велению тех самых профсоюзов. То есть, гильдий, как они называются, гильдий операторов, актеров, режиссеров и так далее. То есть, которые отстаивают интересы своих сотрудников. Получается, профессиональные представители этих самых гильдий, то есть, реквизиторы или еще кто-то, которые отвечают за весь этот съемочный технический процесс, были отстранены от фильма в силу того, что на них не было достаточное количество денег, за которое они должны работать. Что привело к тому, что позвали, ну не позвали, а просто перераспределили обязанности, которые в итоге привели к этой жуткой трагедии. Но мы не забудем, что он не только актер в этом фильме. Он и продюсер. Ну он, конечно, один из продюсеров. Режиссер? Естественно. Но вы вот начали про Трампа говорить. Я ждал, когда он наконец-то выскажется, ведь это известная история, что Трамп ненавидит Алика Болдуина и все свое президентство. Алик Болдуин, где мы занимаемся, что он парадил. Любить ему-то уж точно не за что его. Но вопрос в другом, что, конечно, он высказывается, несомненно, в том числе и по этим поводам. Но в результате действительно хотелось бы знать, я, кстати, много читал и каких-то еще вещей, которые связаны, а вообще-то выстрел был один ли, а может, там и второй. Это зависит от дублей, наверное, или еще что-то. Болдуина не знаю. Не, но он уже выстрелив один раз и увидев, что происходит, он что-то добивал, если это был второй выстрел? Я не знаю. В общем, очень интересная история, специфическая, но она, в общем, говорит не только конкретно о вот этом несчастном случае, она говорит многое еще и о том, что и в этом королевстве не все ладно. Ну, это давно известный факт, и я думаю, что история с Галиной Хатчинсом это, к сожалению, или же к счастью, не знаю, как это назвать, спровоцирует какие-то последствия, которые теперь наверняка, особенно в Голливуде, все эти гильдии, там продюсеры, те, кто блюдет особенно безопасность на съемочных площадках, будут теперь перепроверять это оружие, введут миллион каких-то технических алгоритмов, по которым будут. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Там уже было письмо, подписанное многими операторами тогда, что вообще боевое оружие, как бы больше не было на площадках. Но с другой стороны, это тоже странная история, потому что можно ведь выстроить кадр таким образом, чтобы не целиться вот именно в камеру, за которой стоит оператор. Можно ведь в другую сторону, я рассуждаю с позиции такой технической абсолютно. С другой стороны, не мне вам рассказывать, как огромное количество американских боевиков, криминальных триллеров или еще что-то, где показывается оружие. Оно же ведь, как бы его бюджет этих фильмов составляет деньги, которые поступают от Министерства обороны, ну, от Пентагона, я имею в виду, и так далее. У Пентагона же есть целая даже кинопрограмма, которую они поддерживают для того, чтобы продвигать виды вооружения. Там те же самые трансформеры, не секрет, что создавались и снимались на деньги Пентагона. Я к тому, что, опять же, здесь, наверное, сойдутся лобби, сойдутся вот в битве-лобби там Американская Стрелковая Ассоциация, условно говоря, и те, которые выступают против, вернее, наоборот, за запрещение свободы вношения оружия. Нет, одно дело оружия. То есть от оружия в американском кино мы не избавимся в любом случае. Нет, 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 оружие на охоте это одна история, или в тире, а на съемочной площадке при нынешних возможностях, в общем-то, наверное, это разные вещи. Окей, у нас так незаметно время подошло к нашему небольшому перерыву. Если будут вопросы, вы звоните, а мы пока несколько минут передадим слово рекламе. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, в этом получасе вы можете звонить к нам в студию по телефону 847-400-5200, если у вас есть вопросы к ведущему или его гостю. 847-400-5200. Ну, а пока продолжим. Да, ну, пока продолжим. Я напомню, что сегодня с нами из Санкт-Петербурга Андрей Смирнов, наш коллега, журналист, телеведущий. Ну, мы все-таки в большей степени ходили где-то как вокруг да около, а вот теперь хотелось бы еще услышать, может, про какие-то конкретные работы. Вот, и вот, скажем, я не так часто обращаюсь к каким-то произведениям, фильмам, сделанным именно в России или вообще на постсоветском пространстве. Ну, случается. Особенно, когда кто-то посоветует, включаешь, если первые 15-20 минут посмотрел и вроде бы отторжения нет, видишь, что что-то там может быть интересное, то тогда смотришь дальше. И вот недавно попался такой сериал интересный, большая секунда. Очень необычный. Вам знаком он? Я про него слышал, даже смотрел пилотную серию по работе, что называется, но вот дальше я его не стал смотреть. Честно говоря, мне не очень интересен он. Не очень интересен. Ну, я так, Игорь, я смотрю огромное количество сериалов и фильмов по работе, поэтому если я буду прям все до конца смотреть, ну, я не знаю, я сама вы бы не глава телевизора. Вам тогда надо не 24 часа в сутки. Это точно, это точно. Ну, тогда нет смысла его обсуждать, конечно, он некоторым образом выбивается из ряда таких привычных, обычных, ну, по-своему. Ну, на самом деле, их много, потому что сейчас вот в России за последние годы мы все как бы клеймили и гнобили отечественные телесериалы в плане того, что это смотреть невозможно, какая-то жуткая мутотень, там, телемыло в каких-то лучших традициях Санта-Барбары, причем вот Санта-Барбары то того, дейтайм сериала из 80-х, да, вот, и все ужасно. А за последние годы, ну, лет 5, наверное, особенно из-за того, что у нас тоже теперь эпоха в России стрим-сервисов, и, во-первых, все вот эти крупнейшие американские и не только стрим-сервисы пришли в Россию от интернет-монстра Netflix'а до Amazon'а и прочих-прочих, HBO'у и так далее. Вот, у нас появились еще и свои стрим-сервисы, причем они очень активно развиваются, они сейчас делают ставку на заказ оригинального контента. Все мы прекрасно знаем, что мы живем в эпоху, во-первых, телесериалов, все лучшее в кино происходит именно в телесериалах. Если раньше это было, например, на кабельном телевидении, в Америке я имею в виду, потому что американское кабельное телевидение чуть-чуть другое, чем, там, вот в России привычное понимание кабельного телеканала. Теперь же уже последние лет 10, а то и 15, все самое интересное на телевидении происходит именно в интернете, то есть на стрим-сервисах. И поэтому у нас сейчас такой период расцвета качественных, подчеркиваю, телесериалов российских, которые снимаются специально для стрим-сервисов, но чтобы все понимали, все-таки тут больше свободы творчества, больше свободы какого-то вариации на тему сценария, нет какой-то четкой заформатированности, местами зацензурированности обычных эфирных телеканалов, и как бы многие, ну и в том числе можно употреблять матерные выражения даже. Ну и вообще монтажные ножницы работают не так, как в кино обычном. И поэтому мы сейчас вот присутствуем при рождении такого, я бы даже громогласно, патетически высказался, нового феномена российских телесериалов, потому что их очень много стало, они все действительно достойны внимания, и они действительно по своим бюджетам и привлечению актеров не уступают российскому кино. Хотя оно тоже все разное. Иногда видно, что когда отсутствие некоего бюджета, иногда очень сразу заметно. Это правда. Это заметно, конечно, по тем, по тому антуражу, потому что когда камера движется вокруг одних тех же объектов, то есть не выходит за их пределы, это с одной стороны. С другой стороны, конечно, качественные артисты, они встречаются именно там, где, как правило, есть этот самый бюджет, потому что в ряде... Есть деньги на этих артистов. Есть деньги на этих артистов, потому что в другом случае иногда играют люди, конечно, которым, ну, наверное, любительская сцена подошла бы больше, чем профессиональный какой-нибудь, вот скажем. Ну, опять же таки, есть же четкое распределение, как и в Америке, есть дневные сериалы, есть вечерний сериал, да, daytime, prime time и так далее. Вот, и поэтому я не думаю, что как бы дневные сериалы и актеры дневных сериалов, они как бы, это первый трамплин в будущем. Мы знаем огромное количество прекрасных американских голливудских кинозвезд, которые начинали с дневных сериалов. Там от Джулианы Мура и многими другими. Хорошо, а молодежь смотрит это все? Молодежь смотрит, честно вам могу сказать, потому что молодежь это эпоха именно поколения тех, кто смотрит все в интернете, поэтому они смотрят и читают все исключительно в интернете, то есть гаджеты, да. Вот, кстати, знакомые, я думаю, американскому зрителю и не обязательно прям вот именно русскоязычному, но и обычному, англоязычному или еще какому-то зрителю. Тимур Бекмамбетов, наш знаменитый такой кинорежиссер, кинопродюсер, который в Голливуде периодически снимает и продюсирует. Вот он, такой адепт нового формата даже кино под названием Screen Life, то есть снимается в вертикальном вот формате телефона нашим. Фильмы, причем самых разных жанров, в основном это такие компьютерные триллеры, как он любит делать. И он теперь даже вот в прошлом году была премьера военного фильма про летчика Девятаева. Он его снял, версию сделал тоже вот именно в таком мобильном формате вертикального видео. Я к чему это говорю? Потому что все подстраивается под то, что удобно смотреть молодежи. Все-таки кино это такой сегмент развлечений, интертеймента, который интересен прежде всего тем, кому до 35 лет кинотеатры вообще подростками живут. Хорошо? Да, да, да. У нас нет ничего плохого. Давайте мы попробуем принять. Слушаем вас. Алло. Говорите. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. Интересного гостя. У меня вот такой вопрос. Вот. Ваш гость из Петербурга. И вот вы рассказывали про то, что произошло на съемочной площадке в Телефуде. Убили оператора. А есть ли, например, такие же похожие сценарии, которые приходят в России? Был ли кто-то убит на площадках? И как это, допустим, все закончилось? Были ли осуждены актеры за это? Или кто-то непосредственно не понес наказание? Хорошо. Ваш вопрос понятен. Спасибо. Андрей, есть такой вашей информации? Лихорад, что пытаюсь вспомнить подобные эпизоды. На самом деле, вот когда произошло... Но несчастья случались. И кодёры гиблины. Конечно, они, знаете, как случаются? Они бывают не из-за того, что вот убили кого-то. Тут даже, когда произошла трагедия с Галиной Хатчинс, все начали вспоминать смерти... Так, кто умер на площадке мне из главы выводила. Брэндон Ливид, правильно ли? Да-да-да. Сын Брюсси, да. Да, и точно так же по жуткой неосторожности. Но вот чтобы в России такое произошло, я, например, не знаю ни одного случая, мне знакомому. Естественно, существуют моменты, когда разбиваются на съёмках, умирают во время вот истории, ну там, на съёмке театральной сцене. Андрей Миронов, как известно, умер от инфаркта на сцене, да. Есть какие-то случаи, когда каскадёры во время выполнения трюков как бы погибают, либо же остаются инвалидами. Есть какие-то истории, связанные с тем, что там тоже с актёрами может произойти. Но вот чтобы именно так вот по неосторожности застрелить, я такого вот не припомню. Честно могу сказать. Тут, кстати, недавно была история, не то, что история, а такой грустный юбилей, 20 лет назад погиб Сергей Бодров, младший имеется в виду, да, они вместе со всей съёмочной группой погибли в Командоровском ущелье на Северном Кавказе, когда они снимали свой фильм, который как у него успели снять. Их лавина завалила, и они накрыли все. Накрыло, вот. И поэтому в этом году ещё 50 лет бы исполнилось Сергею Бодрову, и поэтому фильм про него сняли документальный, и вот это как бы посвятили вот таким мемориальным событиям история. Но вот это как бы не из того, что не осторожность, а просто вот стихия. Нет, ну это стихия, что тут уже другая история совершенно. Я понял. А можно задать ещё один вопрос? Да, пожалуйста. Вы говорили, вот сейчас идёт очень интересная программа, действительно, я смотрел несколько сериалов, которые идут стриминг, которые вас там снимают, вот они, как говорится, кто-то их продюсирует, они снимают, например, как триггер был, неплохой сериал. Да, хорошо. Да, вот в принципе такой, но я не понимаю, что они имеют больше свободы говорить о своих мнениях, а, допустим, ругают политику государства и всё остальное. Может быть, надеюсь. Но, допустим, такие же, которые спонсируются, допустим, первым каналом и другими, и Трамп, допустим, который идёт про путинскую политику и всё остальное. То есть, если стриминские каналы выступают против политики, снимают сериалы, которые против политики, даже документальные сериалы, они, в принципе, имеют право свободы, они не будут наказуемы. Вот с вашего, как говорится, с вашей точки зрения, не только точки зрения ответственности, не было ли такое, что вот они снимали стримин-каналы какие-то, допустим, документальные сериалы или, допустим, художественные сериалы и ругали политику Путина и показывали, допустим, действительно, что происходит, и после этого эти сериалы бы закрывались или, допустим, наказывались актёры, вечерсёры. Вопрос понятен, да? Ну, такого прям вот, чтобы их закрывали или ещё что-то, нет, потому что, я думаю, вы сами логически можете подумать и понять, что Россия чуть-чуть другая страна, нежели Соединённые Штаты. Здесь никто не будет изначально снимать подобный сериал, зная, что он никогда не дойдёт до эфира, и люди просто, продюсеры, потеряют деньги на этом. И поэтому такого как бы не существует. Я вам честно могу сказать, фильмов, во-первых, фильмов о том, какая Россия не очень может быть радостная страна, снимается очень много. Во главе этого угла стоит там Андрей Звягинцев, известный наш кинорежиссёр, да? Я всегда вот приравниваю этот как бы набор фильмов и сериалов или там документальных проектов, категории, как тяжело жить на Руси. Все мы об этом знаем со времён Некрасовой, даже раньше. Но как бы все эти фильмы, они констатируют факт, а вот а что делать дальше-то с этим? Никаких, ну не то чтобы рецептов там или советов не дают художник или режиссёр, но не предлагается. Поэтому эти фильмы очень любят на всех мировых кинофестивалях, их постоянно награждают, импримируют, но они также благополучно выходят в наши прокаты. Здесь не надо путать то, что надо ругать какую-то действующую власть с тем, что можно критически высказываться о положении вещей в стране. О том, что воруют, это ещё со времён Салтыкова-Щедрина, все мы знаем, и ничего не меняется. Дураки и дороги, да, проблемы в России, ничего не меняется. Причём не только в России, кстати, эти проблемы, честно вам скажу. Человек, который объездил весь мир, вот это видел везде. Андрей, ну всё понятно, у нас есть звонок, вертикаль власти тоже не меняется. Хорошо. Дайте послушаем, что нам скажут. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на кого, на какой тип людей и россиян рассчитано современное российское кино. Вот я на интернете нахожу фильм, я не буду называть, название пишется, убойная комедия, смеяться будете весь час, начиная смотреть, ничего комедийного. Вчера открыл какой-то фильм, русские фильмы называются. Это был какой-то ужас. И сплошная драка, сплошная кровь. Изнасилование реально показывает. На кого рассчитано это кино, кого воспитывает это кино. Спасибо, спасибо за ваш звонок. Ну, слушайте, во-первых, на вкус и цвет товарищей нет. Кино абсолютно разное, и оно должно быть разным, так же, как и телесериалы. Вам может быть смешон юмор, я не знаю, там Аркадия Райкина или Вуди Алина, да, но при этом будет абсолютно не смешон юмор, который существует сегодня там вот в формате того, что производит Comedy Club, например. Ну, если мы говорим о российском, да, сегменте. И здесь есть огромное количество разнообразия, честно могу сказать. Вот, например, сегодня, да, в России стартовала, стояла с премьера нового такого серьезного, высокобюджетного, с топовыми кинозвездами сериала, называется «Седьмая симфония», о том, как Шостакович в блокадном Ленинграде сочинил свое бессмертное произведение, да, которое стало таким вот символом победы, в том числе. Первая серия сегодня была, но если вы, например, можете посмотреть этот сериал, будет здорово, посмотрите для разнообразия, вы увидите, что современное российское кино, оно разное, то есть есть то, о чем вы говорите, бесспорно оно существует, действительно, это какая-то туфта откровенная, вот, либо же можно посмотреть там «Седьмую симфонию», абсолютно нормальный, прекрасный сериал. трэша много везде, много у нас. Это правда, абсолютно. Много у нас в Америке, в России, в Индии, где хотите, потому что, опять же, снимают это, не один человек снимает, который там пять Оскаров имеет, а разные люди. Если это снимают, значит, имеют своего зрителя. И своего зрителя, к сожалению, зрители это тоже очень разные, поэтому, если вот там пишут, как наш слушатель говорит, убойная комедия, но уже само по себе это вызывает. Ну, это значит, надо сидеть там, не знаю, ржать, как до потери. Ржать, да. И есть такой зритель, который так будет делать. И там явно не будет пахнуть ни Рязановым, ни Гайдаем, ни теми, кто вызывает по сей день. Ну, это как, слушайте, это есть комедия в стиле Адама Сэндлера, а есть комедии, опять же, там, Вуди Алина, либо же, там, Тарантино, это тоже черная комедия. Кто-то любит Тарантино, а кто-то терпеть его не может. Это же не значит, что Тарантино плохой режиссер, так ведь? Ну, понятно. Очевидно, радиослушатель имел в виду, вот на Ютьюбе идут фильмы какие-то, комедии, трагедии, драмы и так далее. Обязательно тот, кто ставит на Ютьюб какой-то там фильм или что-то, обязательно какой-то кетчап делает такой, ну, заманиловку такую. Ну, это традиционно, оно не имеет ничего. Ну, это же вопрос пиара и продвижения, вы же сами прекрасно знаете, что пока не гипертрофируешь чего-нибудь, то зрителя не привлечешь. А тем более кино, оно всегда работает по принципу провокации. И следующая зона. Да, пожалуйста. Здравствуйте, я смотрю русские сериалы, и там показывают, как живут люди. У всех дома или трехкомнатные квартиры, шикарные машины, Лексусы. Скажите, пожалуйста, это в кино или в жизни так живут? Спасибо, я послушаю. по-разному. Ну, слушайте, в Америке же наверняка тоже есть люди, у которых дома прекрасные, я не знаю, там, виллы в Майами или в Лос-Анджелесе, Лексус или кто-то, о чем вы говорите. А есть также, кто живет там в Южном Централе, в Чикаго, хотя бы, насколько мне известно, по сериалу Шеймлесс, там пошли теперь активная застройка, все хорошо стало в Южном Централе, в Чикаго. Вот. Ну да, только стреляют, но неважно. Ну, так и в России стреляют, в Чикаго, пожалуйста, это здесь, здесь Пальма первенства, знаете. Ну, окей, поэтому в России тоже есть разные и люди, и там, как бы, свои общества, которые... Я понимаю, о чем наш слушатель, дело в о чем, что, конечно, иногда такую картинку делают, что такое ощущение создается, что, что там 90% России живет на Рублевке и ездит на, на так называемых, как в России говорят, значит, машинах бизнес-класса. Ну, я тут с вами поспорю, но есть и огромное количество фильмов и сериалов, описывающих обычных людей, вот честно вам скажу. Вот, например, совсем недавно был сериал, он тоже выходил на стрим-сервисах. Это, кстати, ремейк американского сериала. Так, сейчас мне надо напрячься, вспомнить, как он по-английски называется, потому что в русском переводе назывался «Косяки». Мэри Луиза Паркер там играла главную роль мамаши, которая стала заниматься сбытом марихуаны, по-английски сериал назывался «Твитц». И сделали ремейк, русскую версию, называется «Хорошая женщина» с Анной Михалковой в главной роли. Там уже реалии современной Москвы, как бы уже другая чуть-чуть история, героини не с наркотиками, потому что у нас чуть-чуть жесткое в этом плане законодательство в плане производства кино и сериалов, потому что наркотики не должны нигде присутствовать, поэтому там нельзя так свободно с марихуаной. Потому что их нет там просто, откуда взяться? В общем, она там занималась нелегальным бизнесом с проституцией связанной. Это можно показывать. Вот она обычная такая женщина, живет в Москве, у нее там муж, свекровь, которую терпеть не может, дети, она там вся в страданиях, мытарствах, ни на каких лексусах она не ездит, у нее обычная там машина, живет в обычной там двухкомнатной квартире в Москве. Сейчас очень тренд пошел на то, что рассказываете о людях, героях, которые живут в разных городах России, ну как в Америке, опять же таки. И они тоже там все разные абсолютно. То есть я не буду говорить о том, что прям вот все сериалы про богатых, красивых, знаменитых. Нет. Нет, 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 там даже не сериалы, наверное, это еще и связано с тем, что есть всевозможные телешоу, которые вот часто вот изображают, там участвуют тот или иной круг. Ну это я понимаю, но я не знаю, наших слушателей было бы неинтересно смотреть шоу «Битва бомжей», например. Вряд ли. Всегда интересно посмотреть на красивую и роскошную жизнь в плане визуальном. Ну, в любом случае я тоже думаю, что снимают разные, снимают всякое, в том числе снимают, конечно, ленты, которые, ну скажем так, вряд ли найдут у кого-то большой отклик, они там, где явные уши уже пропагандистские, там понятно, что как это... А снимают еще так называемый «Махровый артхаус», который вот совсем так называемый чернушное кино, да, где вот как, опять же таки, тяжело жить в стране, и все плохо и плохо. Это вот большой такой большой такой сегмент нашего нового молодого кино, которое, причем снимается это тенденциозно для того, чтобы получать награды номера кинофестиваля. Я возвращаюсь к тому, что очень любят там в Каннах, в Венеции, в Берлине кино из России, где вот показывается, опять же, как все плохо, как жутко жизни, там зажимают. Такое кино тоже есть, его много. Это, пожалуйста, плохо. Конечно, есть много шансов снять, что плохо, и всегда реальная жизнь подскажет, сколько такого. Вопрос другой, как это сделать, наверное, все-таки. Ну да, снять-то можно, а вот у кого-то получается это хорошо, как у Звягинцева, например, а у кого-то это получается не очень хорошо. Поэтому вот заработать на конъюнктуре и спекулировать на какой-то такой актуальной теме, это не у всех получается с точки зрения киноязыка добоваримо. Все понятно. Дело в том, что когда очень пропагандировали фильм, скажем, как он назывался, там, с Севастополем связанным, то есть совершенный ужас какой-то там, судя по описанию, я не помню, ну, что-то современного уже с 14-го года. Вот, но дело в том, что понятно, что в любом случае только мера таланта определяет. Звягинцев, конечно, свои ленты, они, ну, в общем-то, это глубокое кино, а если брать что-то поверхностное, грязь любую можно показать, это ее много, и, пожалуйста, вопрос только о том, как это. И вот, хотелось бы понять, вот это может быть тема отдельная, но хоть чуть-чуть мы, может, коснемся ее, у нас буквально пару минут осталось, а у вас есть вера, что в постпандемийное время что-то в кино будет такое мощное появляться, интересное? Ну, вера-то, конечно, есть, но, к сожалению, от пандемии мы никуда не уйдем, потому что пандемия очень сильно, я не хочу, конечно, так высокопарно говорить, убила кинотеатральный прокат, но она правда, вот, об этом говорили все давно, то, что стриминг и вот интернет, он давным-давно уже как бы полностью нейтрализовал все то, что было там по телевизору или в кинотеатры мы ходили, а пандемия просто добила окончательно и ускорила этот весь процесс, поэтому с точки зрения каких-то новых тем или еще чего-то в кино вряд ли это будет, вот мы даже уже пережили поток фильмов и сериалов, связанных на самоизоляцию, как вот все сидели дома и снимали вот эти вот все веб-истории у себя там по скайпу там или еще как-то. А что касается того, сможет ли опрянуть киноиндустрия и зритель вернется в кинотеатры, в России пока 50% заполняемости залов, все должны с QR-кодами приходить и прочее. Вот это другой вопрос. И честно вам скажу, то, что, например, у нас в Петербурге, в Москве, по России активно государство поддерживает театры, музеи, там и прочее, а вот кинотеатры первым делом сразу закрываются. Поэтому это очень обидно, то, что на кинотеатры распространяются самые, что ни на есть, зверские методы вот соблюдения всех этих самопитребований, которые, например, не распространяются на театры или еще что-то. Чем кинотеатры хуже театры или музея? То есть ограничения жесткие, да? Да, они жестче, чем в музеях, в театрах там или еще что-то. Вот теперь кинотеатры у нас должны закрываться до 23.00 с этого дня, и поэтому как прям главный источник рассады коронавируса. Ну, хорошо. Пожалуй, что после пандемии кинопрокатный бизнес восстановится. Я вот к чему. Ну, хорошо. Ваш оптимизм будет принят к сведению. А пока спасибо большое за сегодняшнюю встречу и надеюсь, на следующие встречи. А наших слушателей попрошу остаться, потому что еще много интересного на волне. и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова